в сегодняшнем видео мы с вами разберем такую тему как релевантность страниц сайта почему сайты и страницы очень сильно теряют видимость да почему падают позиции вот это в основном связано как раз в том числе с релевантностью страниц сайта немножко обо мне я являюсь основателем да и главным руководителем студии v3 промо специалист большим опытом конечно же опытом практическим да то есть имею за плечами большой бэкграунд в плане техническом и конечно же в плане оптимизации сайтов клиентов наших самостоятельных сайтов партнерских сайтов и так далее об этом вы можете посмотреть на слайдике тема доклада который сегодня разберем это в первую очередь на чьей стороне мяч на стороне поиска или на стороне ну то есть поисковых механизмов или на стороне оптимизаторов сеошников наиболее частые тематики где возникают такие смещения релевантности контента как определить смещение что делать куда бежать и примеры и изменений на сайте до чтобы побороть эту проблему здесь мы видим с вами на чьей стороне мяч небольшую структурку кто мутит воду да то есть мутит воду сеошник ли или поисковик ли да то есть или что-то произошло иначе все это видно на схеме значит сеошники в первую очередь это ошибки оптимизации когда возникает смещение релевантности контент это дубли переоптимизация изменения антента запроса ссылки контент на страницу да то есть вот что то неправильно сеошник сделал и пошло смещение релевантности у контента и у страниц внутри сайта если со стороны яндекса да то есть или со стороны гугла идет смещение но с гугла менее принципиально потому что яндекс все-таки больше ориентирован на контент а гугл как раз на ссылке и релевантность в том числе да то есть в первую очередь учитывается яндексом большей степени поэтому будем рассматривать на примере яндекса это в первую очередь изменение формулы ранжирования когда происходит это значит у нас какие-то параметры стали весить больше допустим у вас была страница с хорошим контентом вторая страница с хорошим контентом вполне себе и та и та аранжировались да то есть не пересекались вот но например на одну из них шло больше ссылочного а на другой больше накопленных качественных поведенческих факторов так вот в один прекрасный момент яндекс изменив формулу ранжирования может перемешать эти две страницы между собой вы получите резкие скачки по позициям и возможно релевантность страницы сместиться с одной на другую и вы получите конечно же худшее ранжирование или наоборот лучше ранжирования да то есть вот вот эти вот ситуации как бы они конечно же специалистам и бизнесом должны отсекаться не провоцировать поисковики до чтобы накапливалась на приблизительно похожих страницах разные факторы потому что яндекс в один прекрасный момент может это все перемешать и вы потеряете рычаги давления да то есть и оптимизации под конкретные ключевые запросы конкретных страниц такая же ситуация бывает когда сменяется в лидеры в топе да то есть когда лидеры в топе поменялись и вдруг раз стал интент одного запроса более релевантен другой страницы нежели той с которой вы развивали оптимизировали накачивали ссылочным да то есть накачивали с трафиком и так далее и вы соответственно увидеть это эту карф в этой картинке падение позиции или смещение на другую страницу всей релевантности смена типа запроса когда информационка меняется коммерцией в некоторых конференциях я так такой пример привожу это вот допустим смещение по строительству домов до строительство домов грубо говоря она в один прекрасный момент может превратиться грубо говоря в информационку если в топе закрепиться на большее количество времени допустим на полгода информационники да то есть строительство домов не станет из коммерческого запроса вполне себе информационно если есть и закрепляются это как раз смена лидеров и в топе да то есть она вот связана в том числе со сменой типов запросов и смена лидеров в топа выдачи изменений это приводит к изменению самое главное кластеризации запроса да когда был в кластере три запроса а тут вдруг раз поисковик решил что раз изменились топы кластеризация по-другому формулируется да то есть вы получаете большее количество ключевых слов или меньшее количество слов на конкретную страницу и поисковик будет искать обязательно внутри сайта у вас на какую страницу вторую часть пула запросов например да как после изменения топа выдачи нужно направить и вы получите опять вот это вот смещение по релевантности получите меньшие позиции или меньше трафик на вашей странице на любой частые тематики которые подвержены такому смещению релевантности это новости потому что много событийного трафа есть быстроробот да есть объем контента небольшой и там смещение релевантности происходит практически ежедневно ваша задача как сел специалиста да то есть или владельца такой ресурс а конечно же стараться писать лучший контент больше контент да то есть и давать какие-то вводные вашим копирайтерам журналистам и так далее чтобы не происходило вот это вот скачка между страницами простой пример идет олимпиада есть раздел новости спорта есть конкретная новость спорта про например какой-нибудь биатлон биатлон соответственно получил больше трафика получил больше интереса и вдруг раз и страница биатлона вот конкретно данной новостью на два дня стала выше да и собирать больше трафика по запросу например новости спорта а формулировка была просто неправильно сделано в оглавлении новости новости спорта двоеточие биатлон грубо говоря или наша команда победила то да то то понимаете да то есть идея как бы что производится большое количество контента и какой-то из них просто становится более востребованы сразу перераспределяется интерес поисковика в соответствии с пользователями услуги тут тоже вот как раз чаще всего затрагивается смена типа запросов допустим был информационник стал коммерческим этот часто вот в услугах происходят когда вы вдруг раз у вас конкуренты все рас и поставили цены да то есть а вы не поставили вот в какой-то определенный момент допустим поисковик решил да типа цены не очень важны то для этой тематики и вы стали в топе да то есть вроде бы ничего не произошло но по большому счету вы совсем по-другому стали ранжироваться и получать трафик вполне возможно не на ту страницу которую запланировали или у всех цены а вас цена допустим стоит в прайс-листе на эту услугу и вот поисковик если это коммерческий запрос с ценой он соответственно будет ранжировать вместо вашей целевой страницы с услугой будет ранжировать прайс-лист вот такие ситуации очень часто случаются плюс конечно же расширяется ассортимент ну всем нужно иметь большой ассортимент но не усе не все могут предоставлять 500 услуг предоставляют 15-20 услуг да то есть потом постараются довести допустим до конкурентного уровня допустим до 50 вот но это же не означает что вы придумали какую-то новую услугу которую вы не можете оказать чаще всего эта услуга как раз дублируется допустим делаются кадастровые работы для зданий например и отдельную например делаются отдельно кадастровые работы для сооружений или там мелкозаглубленных сооружений так вот эти страницы между собой могут спокойно конкурировать и менять релевантность да то есть в соответствии со спросом соответствии с интересом пользователей конкретным данным запросам то есть они могут меняться то на эту страницу пошло как оценка здания да то тонну другой страницу то же самое в информационке да там тоже большой объем контента и часто воровство контента когда вас воруют постоянно а такое часто случается с популярными там смешниками новостниками вот ну или информационными так скажем общего плана содержания так вот вот эти вот смещения да то есть они начинают происходить грубо говоря вас своровал побыстрее переиндексировал у вас эта страница отвалилась и соответственно поисковику чтобы возобновить трафик он пытается найти внутри сайта страницу которая будет приблизительно того же содержания но уникальная да и получается с одной страницы вдруг раз перекинулась уникальность и релевантность на другую по конкретно данному запросу просто потому что у вас этот контент своровали малозависимые это интернет-магазины порталы и корпоративные сайты почему это все описано у нас на слайде более детально можете ознакомиться да то есть это для интернета магазин это коммерция четкая да то есть постоянно опять же обновление если вы занимаетесь сайтом для порталов это разнообразие типов информации ну то есть там сложно например с блога перекинуть на какой-нибудь блок конкретного врача допустим если это портал медицинский да вот потому что это разные типы контента разные содержания разные экспертность и так далее плюс порталы всегда имеют очень разветвленную структуру и согласитесь всегда более частотный запрос если вам правильно изначально построили информационную структуру вы вы с более высокие частоты запросов будете видеть на разделах категориях а не на конкретных элементах да внутри портала значит какие факторы смещения в первую очередь да то есть присутствуют и которые с которыми нужно работать тут они все на слайде достаточно структурированы что больше влияет на яндекс что больше влияет на google но основные факторы смещения такие же как и факторы ранжирования в поисковиках да то есть это поведенческие факторы вот это факторы контента это ссылочные факторы фильтры и ошибки допущены вашими специалистами или при разработке неправильно настроенные cms ки вот все то есть вот какие у нас есть факторы ранжирования те же самые да то есть контент факторы ссылочные вот поведенческие да то есть вот эти все факторы они по факту и влияют в том числе на смещение релевантности внутри самого сайта по страницам более детально вы можете посмотреть да то есть в поведенческих это быстрая выдача трафик на страницу что больше влияет на кой поисковик из контента это расширение контента мы говорили об этом на одном из минаров да то есть а ван пейдж оптимизация когда сын контента то есть вот это как раз расширение контента внутри страницы сниппет для поиска да то есть это оптимизация по подыскиваем те зоны документа которые попадают у нас сниппет на поиске ну и дают больше эффективность просмотру интересу к нашему контенту это конечно же когда нет страницы между ну грубо говоря вы удалили страницу она была релевантна какому-то конкретному контенту поисковик опять же начнет искать чем ее заменить внутри сайта и конечно объем ссылочного влияет качество ссылочного да то есть из каких источников какие тематики да то есть вот это все вы можете посмотреть и разобраться как определить смещение по контенту все классическое достаточно смотрим трафик смотрим позиции да то есть трафик смотрим чаще всего снижение вот но не всегда то есть вы можете его внутри одного раздела получить рост да то есть какой-то допустим но если вы разобьете этот рост по разделу на конкретные страницы вы поймете что например эта услуга своровала трафик у этой да то есть и стала ранжироваться достаточно чаще а то и вышла в топ да допустим там появился какой-нибудь к как они появилась интерактивная карта все да то есть эта страница она стала неактуальна внутри раздела вы видите выросла трафика позиции всего раздела выросли а вот например то что это пол стала получать другая страница до этого редко не докапываться да то есть поэтому нужно конечно же мониторе такие вещи с помощью систем мониторинга позиций да то есть но и в том числе с помощью других инструментов да как которые там могут анализировать на уровне разделов на точек ну например там for seawork да то есть вы можете на него вполне себе понадеяться он вам покажет и по разделам и по конкретным точкам и что в реальности раздел вырос например а конкретные страницы упали такая ситуация бывает значит что касается позиции как мы вычисляем сразу начинает плясать позиции внутри разделов да то есть между конкретно похожими запросами в кластере начинаются скачки постоянные по позиции это нужно сразу же пресекать да то есть и сразу же идти разбираться потому что вероятность того что началось смещение релевантности она очень велико сниппетах опять же вы можете посмотреть один сниппет прохудился стал хуже да то есть второй стал лучше и начинается пляс свистопляска по позициям в том числе да то есть ну допустим показываться стал больше другой сниппет а на странице релевантность как раз лучше допустим для покупки кофе оптом да вот а тут покупка кофе оптом ну например в не в москве а в близлежащем городе например в одинцово да то есть сниппеты чуть-чуть изменились все в одной структуре находятся раз и вдруг стало почему там одинцово получать больше трафика с московского московского да то есть по запросу покупки кофе всего лишь было минимально до изменения сниппете то есть подхватилась что-то чего не было в московском сниппете в поисковой выдаче но часть всего конечно до оппозиции в случае смещения релевантности в целом когда они часто начинают прыгать и скакать да то есть поисковик утомляется и эти позиции начинают понижать уже у обоих страниц да то есть он любит четко однозначное определение вот страница вот трафик тебе вот позиции да то есть ну там точнее наоборот до позиции вот тебе трафик если начинается скачки ну как бы извини ты разберись а потом мы к тебе опять придем какие зоны документа да то есть можно оптимизировать с точки зрения снижения вероятности вот этой вот вот этого смещения релевантности вот на данном на данном слайде мы с вами увидим что здесь при по приоритетам как говорится показаны да то есть от первого грубо говоря до шестого приоритета вы можете ознакомиться в основном это все касается контента страницы но немножко если техническая информация да то есть когда у нас есть нет информация да то есть по большому счету то что мы в первую очередь подаем поисковику чтобы он нас инициировал что здесь этот контент находится на конкретной странице так что вот ориентируйтесь пожалуйста да то есть по степени приоритетов они тут расставлены вполне себе актуальное все да то есть по содержанию это вот заголовки plain текст который является портянки наши тексты и фрагменты это маленькие вкрапления текстов да то есть как в товарах небольшие описания там да какие-то свернутые кусочки какие-то обращения президентов там и тому подобное да это фото видео это всякие включения на странице да то есть это структурированные данные списки да то есть ну и конечно медийка на которой расположена странице чуть более детально да то есть можете посмотреть и прям разобрать что нужно делать нужно брать то вашу страницу которая попала вот эти смещения в релевантности и просто вот разбирать по этому списочку у этого заголовок такой у этого такой в этот текст такой у этого такой да то есть прям нужно понять вникнуть да почему поисковик посчитал ее более релевантно причины смещения релевантности мы с вами разобрали ранее типы страниц да то есть от чего ну какие чаще всего попадают и такие как раз часто начинают смещаться вы всегда сразу сравниваете при работе с релевантностью вы должны сравнивать одинаковые типы страниц это касается как и продвижения так и касается вот этого смещения релевантности то есть есть у вас у конкурента там или у вас вдруг один листинг забрал забрал информацию у другого листинга да то есть релевантность ну значит извините это ваш косяк значит где-то вы накосячили да то есть тексты добавили лишние там здесь добавили медийку и так далее а если у вас листинг пропал допустим или стал хуже ранжироваться а вместо этого запроса стало лучше ранжироваться товарная позиция это вот повод уже очень сильно усомниться в том что вы правильно провели оптимизацию one page страницы до под конкретные запросы потому что такого быть не может да то есть ну она точнее случается но для вас как специалиста да то есть как бизнеса такое происходить не должно листинг должен быть ранжироваться как листинг да то есть соответственно конкретная карточка товара не должно у него никогда перед перебить релевантность соответствии с этим вы должны помимо того что приоритеты которые на предыдущем слайде были вы должны учитывать и вот эти вот нюансы что все должно если уж смещаться параллевантности то внутри одного так скажем типа данных на странице да то есть если этот тип данных не соответствует то это повод сразу принимать решение да то есть и разбираться на примере либо внутри вашего сайта как взаимодействует карточка допустим раздел листинг да то есть внутри вашего сайта или идите сразу конкурентом смотрите почему у них этого смещения параллевантности нет а у вас есть да то есть возможно там есть какие-то дополнительные элементы которые вы не внедрили и получили вот такие вот косяки да в ранжирование значит пример смещения информационно на коммерции да пойду сейчас примерчики как видите вот у нас у нас тут есть на слайде желтая линия да то есть это вот как раз было было изменение было изменение по информационной коммерции как видите да сначала коммерции мы растили 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 да точно в один прекрасный момент произошло изменение и теперь вот как видите зеленые да то есть это сменился просто приоритет внутри яндекса да у сильно упали позиции в яндексе по конкретным запросам но по итогу получилось так что сейчас получают те страницы которые были прокачаны оптимизированы так далее получают больше трафика с гугла именно потому что произошло изменение внутри яндекса информация коммерция но внутри гугла ничего не произошло поэтому google подхватил весел трафик как бы и обеспечил обеспечивает сейчас да то есть поступление по конкретным ключом слова вот тут надо момент вы вы должны выбрать даже сейчас есть такая теория да то есть и многие так практикуют разделяют прям делают отдельно сайт под яндекс отдельно под google потому что действительно так проще иногда управлять вообще ранжированием сайта то есть это конечно сложная редко кто делает это в самостоятельно да то есть привлекает для этого специалистов значит вот тоже пример смещения релевантности страницы когда у нас идут скачки да то есть в ранжируется обе страницы хорошо по одним и тем же запросам вот но потом в один прекрасный момент только прекращается ранжирование обоих страниц и после этого вот вы сразу можете увидеть красного туда одна из страниц одна из страниц она вот всплывает да то есть из начинает ранжироваться одна вот такая ситуация часто тоже происходит поисковик смотрит анализирует какая страниц более релевантно которая более подходит пользователям и оставляет одну всего лишь выдачи да то есть вот ваша задача этот момент найти пресечь да то есть либо страницу увести по другое по другому ключевому слову да то есть от сечи релевантность и схожесть с той которая стала ранжироваться либо немножко подождать но как видите ожидании она тоже не оправдана то есть обе страницы остались ранжироваться да то есть опять вернулась старая страница но в итоге обе до стали ранжироваться хуже вот такая ситуация тоже часто происходит поэтому вы должны в тот момент когда увидели такие прыжки по релевантности и по трафику на обе страницы которая в принципе отвечает за одно и то же да по запросам вы должны задуматься и быстро принять решение какую-то из страниц либо увести либо заглушить либо подклеить к предыдущей странице ну как вариант тоже вот смотрите релевантные страницы скачет скачет да то есть по двум ключевым словам близких по содержанию но по одному ключевому слову сказка скачка идет а по второму достаточно стабильно находится ну на одних и тех же ведет на одни и те же страницы вот такие ситуации тоже при сборе позиции до при сборе сниппетов при сборе целевых страниц на которые сейчас ранжируется конкретного в поисковиках вот обращайте внимание чтобы вы могли быстро купировать эту угрозу когда начинаются прыжки вот они чаще всего связаны как в том числе ну как бы с позициями да то есть вы по позициям видите что начинается скачки по позициям это как раз чаще смещение релевантности то на одну страницу то на другую вот ваша задача привести эту страницу ну к тому формату разделить либо на отдельные страницы либо закрыть либо оставить как есть но ждать вот как на предыдущем слайде у нас падение да то есть об обеих страниц в поисковой выдаче новостной вот так пожалуйста вам новостной источник да то есть по конкретному запросу мы рассмотрели одну страницу когда ее все время штормит 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 да то есть есть какие-то всплески есть какие-то падения есть какие-то затишье да то есть но в итоге мы видим печальный результат этой страницы да то есть она что-то собирала попыталась бороться вот в том числе это на примере как видите в глубину это раздел нет конкретный конкретный материал да то есть он пытался и постоянно перетязки перетаскивал у раздела в ранжирование да то есть по конкретному запросу в на новостнике да то есть в итоге как видите через грубо говоря там год полностью на этой странице прекратился трафик да то есть остался трафик только на разделе вот желательно такие ситуации не допускать да то есть опять же быстро анализировать систематизировать в табличках и сразу перри переформатировать все это дело разводить репорелевантности разделы страницы новости и так далее еще один пример да когда просто видно как как все это дело прыгает скачет по конкретной странице вы видите да то резкие взлеты то падение потом опять взлеты потом стабилизация потом опять взлет небольшой и уже окончательное падение то есть вот эти вот ситуации для этого и делается ежемесячные отчеты со стороны студии да то есть тогда чтобы вы им как раз в этот аналитику могли посмотреть и сказать вот давайте делать так давайте делать это хорошие специалисты всегда предупреждают да особенно из страниц на сайте немного что нужно менять формат да то есть нужно это развести это нужно обновить это нужно удалить вот и так далее и все это принимают в решениях с клиентом и так мы сегодня с вами разобрали такую тему как смещение релевантности страниц значит какие можно сделать выводы по нашему сегодняшнему общению первую очередь всегда смотрите за резкими скачками трафика позиций да то есть на двух и более страниц то есть когда такая свистопляска начинается это повод усомниться в том что не происходит эта борьба внутри сайта мы с вами и так боремся с конкурентами в топе да то есть мы боремся с контентом ворованным и так далее да то есть не не допускайте того чтобы еще внутри вашего сайта происходила борьба да то есть это очень сложно как всегда воевать на два фронта то есть и на внешнюю работу и на внутреннюю работу да то есть над над сайтом поэтому старайтесь либо делать очень сегментированное ставится мы на мониторинг например как мы делаем свои студии да то есть мы введя какой-то пул запросов и страниц мы сразу же ставим на мониторинг ввели новые поставили новые да на мониторинг а потом начинаем сравнивать это все по разделам по позициям да то есть начинаем анализировать насколько соблюдается баланс не было никаких резких перекосов в одну или в другую сторону ну допустим достаточно похожий раздел света да то есть внутри люстры такие-то люстры хрустальные люстры хрустальные с позолотой да то есть вот такие вот прям близкие очень ключевые слова хотя они вот входят в разные сегменты запросов да то есть у них есть свой кластер да то есть но они начинают между собой воевать поэтому пробуйте разводить с помощью уникальных элементов для каждого из разделов и вы никогда не попадете на такие вещи как смещение релевантности вот начнут когда плавать внутри раздела свет растет да то есть но вот эти вот разделы то падают то взлетают это очень плохая тенденция для нас и для клиента в том числе да а бизнесу конечно же пишите и не делайте лишних услуг круто чтобы 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 было да то есть и оказывайте такую услугу вы лучше распишите ее и и все на одной странице да то есть сделайте красивый лендинг да то сделайте красивые текстовые чтобы у вас всегда была релевантность четко на этой странице это одно из основных правил успешного продвижения чтобы у вас была страница на которую всегда можно положиться в индексации в ранжирование что она качественная да то есть вы четко должны закрывать все участки желательно по одной странице да то есть они по десяти схожим услугам да то есть если у вас есть возможность сделать все люстры да то есть ибо ибо не например небольшой ассортимент люстр в одном разделе отлично вы всегда будете знать что у вас люстры ранжируются четко в этом разделе то есть если вы начнете дробить вот так вот как мы с вами обсудили одна с позолотой одна с тем да это классно это расширяет семантику но это часто приводит вот к таким проблемам смещения релевантности внутри самого сайта еще момент который мы с вами затронули контент на страницах всегда делайте хороший контент и к я понимаю что это когда у вас интернет-магазин огромное количество ассортимента это все очень проблематично генерить и да то есть генерить и правильно многие делают одну генерешку для всех товаров у вас товаров 30 тысяч и везде один и тот же текст с подстановкой там название товара да это бред конечно да то есть никто никакой сайт никакой поисковик это нормально воспринимать не будет сделайте если у вас 30 тысяч но сделать хотя бы на каждую тысячу на каждую две тысячи товаров свою генерешку или на конкретный раздел сделайте на какой-то пул да то есть запросов чтобы у вас была своя генерешка или свой шаблон это решает многие проблемы да то есть по смещению релевантности в том числе вот еще момент да всегда следите за вашим seo подрядчиками если вы бизнес и вы получите во-первых хорошую аналитику и и то что они проделали по работе вы всегда сможете мониторить то что они сделали из нового и что изменили из старого и всегда сможете быстро отреагировать когда вам предоставляют отчет а вы смотрите что у вас там прыгает все как не знаю там жонглирующие там мячики да в этом случае в бизнесу тоже должен участвовать в расширении особенно сайта да то есть в улучшениях сайта чтобы вы четко видели было тут стало тут не просто в озвейцах трафика на нанази сайт а желательно в разрезе разделов в разделе каких-то сегментов да то есть внутри сайта это вот вам четко покажет что вот этот сегмент изменился а почему он изменился а вот потому что мы туда внедрили допустим блок с новостями до а почему вот этот изменил сегмент а вот потому что мы сюда внедрили хорошее описание допустим да он у нас приоритетный мы сделали хорошее описание он вырос greeting все отлично, раз он вырос, раз он стал приносить прибыль, пусть мы теперь пошли на следующий приоритетный раздел. Вот ваша задача как бизнеса, то есть следить за этим, мониторить и, конечно, предлагать свои улучшения с стороны специалистов, эти улучшения внедрять на сайт, то есть получать стабильный, так скажем, рост по вашему проекту и, конечно же, не попадать на такие вот вещи, как смещение релевантности внутри самого сайта. Это самое проблемное место, за которым мало кто охотится, мало кто реализует, но если вы реализовали, вам будет проще расширять сайт, а сайты сейчас действительно большие, то есть становится проще будет мониторить то, что происходит у вас на сайте, и, конечно же, ставить подрядчиков по SEO, если вы бизнес, да, то есть чтобы они могли четко и откровенно вам говорить, вот тут изменилось, вот тут улучшилось, вот тут у нас происходит стагнация. Все, и вы должны руководить, немножко поучать и помогать SEOшникам в плане контента, в плане бизнеса, да, то есть говорить, что вот это вот рентабельно, это здесь можно и тексты написать, а здесь можно и генерировку использовать. Всем хороших сайтов, топов и позиций, конечно же, подкрепленных трафиком целевым и конверсионным. С вами был Ростокин Илья, компания V3Promo, и тема у нас была сегодняшнего семинара «Смещение релевантности контента внутри сайта». Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!